итак практика добро пожаловать приуроченная предыдущему уроку по патчам и по заветам древних подземелий начинаем создание проекта new project десктоп выбор имя проекта одноименное будем создавать туфли ok здесь появляется папка с проектом images сюда я сразу закидываю референсные изображения скачаны из интернета такой скетч и второй вариант png картинка быстро набросанная для опять-таки канонической формы ступни для обуви это два референсных изображения которые потребуются их сразу можно закинуть в viewport здесь они появляются backdrop item этот айтем называется и в режиме айтемов их можно выделять и менять их свойства например в данном случае если отключить этот видно что это боковая проекция ее можно сделать видом слева или справа например слева вот так и теперь при переключении вид слева она всегда будет здесь из перспективы и можно отключить show in perspective она будет только виде слева но в данном случае мне удобнее смотреть на вид справа чтобы подъем был вот таким пока включу отображение в перспективе и здесь для второй картинки нужно тоже настроить отображение сейчас видно что вторая картинка не соответствует по размеру первое здесь можно выделить боковую проекцию use uniform size поставить чекбокс и они уже будут поближе и второе изображение в пнг видно что она без фона и нужно перевести его также унифицированный размер и вот так они начинают соответствовать друг другу расположить его нужно виде снизу вот так или виде сверху как удобнее данном случае видно что она перевернутая и нужно делать вот так теперь можно располагать по осям и я специально не подгонял по размеру photoshop чтобы сделать это здесь для наглядности как обычный айтем его можно скейлить в данном случае так но здесь видно что форма слегка великовато для большой ступни но тем не менее подойдет и переключая свит сверху видно что это изображение теперь здесь впрочем сейчас по-прежнему неудобно лично для меня поэтому я это изображение флипну а это переверну вот так выделяю пустой айтем перехожу вид сверху активирую кривую и создаю кривую стараюсь чтобы количество точек было четным левая сторона соответствовала правой создаю кривую закрываю и выравниваю по форме перехожу вид слева вижу сейчас что картинка слишком яркая поэтому transparency нужно увеличить до приемлемого значения кстати если саму кривую здесь не видно например если стоит цветное изображение то можно его перевести uniform shift слэш на клавиатуре и отсюда вот здесь выбрать вручную также можно и задать яркость свечение например для цветного не оставляю 10 выбираю uniform этого достаточно так в режиме полигонов нужно эту кривую поднять активирую линейный фолов реверс поднимаю смещаю сам фолов разные режимы можно пробовать для получения оптимальной формы приблизительно на дальше уже эти точки унифицировать по оси z и y аккуратно поднять но нужно смотреть чтобы на виде сверху тоже ничего не сместилось и итак есть такая форма нижняя форма сцену я сразу сохраняю в папку сцен данного проекта называя и lines то есть стадия линии снова перехожу в режим сбоку и поднимаю кривую правы можно сделать такой длинный нос более плавный не такой высокий подъем в конце здесь нужно постараться чтобы эти точки как можно ближе располагались друг другу потому что сегменты которые будут создаваться могут оказаться перекошенными если они будут слишком далеко друг от друга уходить по ромбовидной траектории поэтому как то так виде сверху тоже нужно это поправить для спада формы желательно на одинаковом расстоянии соблюсти это расстояние чтобы вот здесь толщина нашла более менее унифицирована от этого будет зависеть конечная сглаженность формы я делаю быстро в рамках урока чтобы не затягивать создам еще точки явно здесь не хватает итак эта форма есть сохраняя в цену когда кривые готовы и далее нужно соединить эти области такими же кривыми сделаю пошире верхнюю кривую чтобы не было такого сильного спада формы так заготовка есть и снизу нужно также соединить точки когда оцениваешь модель в объеме становятся видны места которые хотелось бы улучшить но опять таки много времени не буду тратить здесь идеальность формы будет зависеть от этого контейнера кривых вот его построение это сколько времени будет затрачено я осознанно не использую не без плани и безе кривые для более гладких форм их тоже можно использовать сохраняя сцену под другим именем save incremental автоматическое сохранение lines 2 и далее заполняю можно попробовать с фризом можно без него как пойдет define патч по два сегмента ставлю и здесь уже можно переключиться в такой шейдинг продолжаю вот те перекрутки о которых говорил ну здесь в принципе приемлемый главное чтобы сильной диагонали не было вот такой не забываем про течение если от начать отсюда выделять то полигон флипается если сейчас нажать control z упадет весь патч поэтому можно сбросить эти полигоны удалить активировать заново и уже в правильном направлении выделять теперь нормали пойдут так после пересброса поэтому нужно флипнуть снова та же история сейчас я осознанно не делаю патчами если бы были патчи здесь бы все хорошо сшивалась но я для контроля формы оставляю именно полигональную геометрию сразу во фриз они шитые места можно сшить позже лишние полигоны здесь можно закрыть мостом ну что же вот такая геометрия получается на этом этапе и уже можно копировать ее в принципе в новый слой то мэш это кривые и так здесь есть один мэш сглаженном виде это выглядит так нужно доработать точки а вкладке vertex есть команды сшивания join если нажимать то первая выделенная точка пододвигается к второй выделенной точке выделить так эту точку пододвигаемую и потом основную точку окей здесь две точки можно сшить между собой на расстоянии на равном расстоянии между ними join average команда видно сколько точек сшивается так здесь тоже видно что не шилась снова join average вот чтобы этот диалог каждый раз не появлялся in the future можно подставить прятать сообщение like this one либо вообще прятать сообщение high to message like this one будет прятаться именно по двум точкам сшитым здесь принципе можно спрятать все сообщения можно для начала спрятать только это потому что пока попарно сшиваем точки здесь одна одна сглаженный вид вот показывает где какие проблемы есть вот здесь снова не сшиты точки сообщение больше не вылазит так здесь все хорошо идем дальше вот здесь видно две точки и возможно есть еще какая-то проблема не скрываю полигон вроде бы нет да теперь корректно и здесь здесь по-прежнему 1 но видно при сглаживании какой-то косяк вернемся позже к этому здесь та же история а здесь закрываем мостом автоконнекшн позволяет сразу сшивать по нужной форме сцену не забываем сохранять периодически до проблемки есть нужно фиксить здесь все в порядке помощь клинап и еще один мерч вертекс можно в автоматическом режиме попробовать ничего не шилось фиксированном режиме оценим размер модели 200 миллиметров поперечники 600 по длине значит примерно 10 миллиметров можно поставить 6 вертексов сшито да все хорошо теперь работает далее то есть изначально можно было не делать сшивание по пар на вертекса да сразу сделать в автоматическом режиме тем не менее нужно было посмотреть эту возможность поэтому делаем так вот такая форма есть форма туфли если смотреть слева то уже в этом режиме можно в общем-то поработать с формой не на каркасном отображении а именно уже на сетче там видно что немного узковатая она была и далее вот этот поперечный клуб можно расширить для того чтобы создать плавность круглую форму the form push инструмент расширение формы так это выглядит сейчас принципе неплохо и так можно оставить на данном этапе далее я выбираю этот луп активируем бибилл и нужно получить не сглаженную форму а жесткую таким образом добавив поддерживающие лупы и при сглаживании форма уже будет такой ребра можно немного сузить а эти подвинуть разумеется мы сейчас используем все те инструменты которые знаем да есть способы быстрее но тем не менее спешить некуда нужно поэтапно осваивать пакет так вот здесь на носу на носу видно что пожалуй слишком сильное заострение такое поэтому форму можно чуть-чуть сгладить опустив эти точки эти тоже сейчас более сглаженная форма смотрится уже поприятней но дальше здесь она переходит в четкую грань с подошвой заморачиваться не будем просто сделаем базовый mesh далее делаем каблук это можно удалить для точности можно сделать это с привязкой по вертексом кстати в новой версии мода есть такая удобная панель если нажать сны пинг то здесь сразу видно к чему привязываться то есть не открывать через общем а здесь привязки по точкам есть и самой нижней точке соответствует вот этот я привязываю и это дело нужно сузить опять таки четких форм добиваться не буду здесь удаляю этот переход для сглаженной формы то есть это болванка не завершенная форма именно болванка можно удалить этот луп чтобы здесь не было загиба здесь кстати надо проконтролировать в этом случае теперь изменилась и кривизна заострение нужно вернуть эти точки обратно потому что при удалении этого лупа который мешал каблуку и эта форма немного съехала ну что же вот такая геометрия есть на данном этапе остается добавить толщины внизу каблука видно есть эти кривые которые сходятся и перекрывают основную форму там нужно эти точки отодвинуть и теперь можно закрыть полигоном полигона сделать был впрочем даже не полигону опять таки этому лупу с такой настройка и при сглаживании он будет смотреться хорошо внимательно нужно контролировать чтобы при сглаживании не полезла каких-то лишних ребер особенно на таких поверхностях вот здесь вот здесь проконтролировать можно рефлекте отключить сетку сейчас видно здесь незначительный такой перепад но это не страшно главное чтобы явных впадин и выступающих частей не было в расширенные инструменты сейчас не будем погружаться делаем тем что знаем теперь я выделяю полигоны каблука скрываю его и нужно добавить толщины этой геометрии полигон тикен кликаю и во внутрь либо наружу если внутрь не работает приемлемо то наружу нужно добавить эту толщину скейл не нужно трогать пусть остается на 100 процентах только параметрам толщины задать толщину если делать вовнутрь видно что здесь вылазит угол поэтому пожалуй наружу лучше сделать и визуально утолщится этот объем внутренний именно для этого и скрывался каблук потому что внутри каблука там бы был полный трэш данном случае сейчас здесь отверстие но это легко закрыть если бы остался каблук там много пересечений бы было и косячная геометрия поэтому он скрывался здесь кстати видно что сейчас сломанная такая форма инструмент я сбрасываю и уже на этой форме можно немного поправить геометрию идеальная форма я здесь не буду стараться добиться чтобы не терять время идем дальше да сейчас выглядит так уже приятнее нужно убрать вот эти лишние лупы полигонов вернуть видимость каблука сейчас видно уже не выделяется потому что точки привязаны поэтому control x control v слегка наклоню его для плавной формы здесь и подвину его немного сюда и далее нужно точки соединить уберу здесь внизу всю эту геометрию добавлю еще по одному лупу чтобы хорошо соединялся с этим и также сюда здесь 12 ребер здесь ребер 14 почему потому что здесь есть лишние точки которые не привязаны к ребрам их нужно удалить снова отскелю уже по новым точкам и через бридж соединяете две формы сегмент 1 и снова удаляю этот луп эту форму можно выровнять вот так по оси чтобы не было перепадов и также эту потому что когда скейлили каблук небольшой перекос получился закрываю полигона и сразу же был для этих ребер получить сглаженную форму так поддержка есть остается закрыть отверстие методы разные выбираю полигон здесь прокину оставляю так и те же можно удалить ну здесь соединить форму до четырехугольников такая модель получается здесь кромку на толщине также можно подержать двумя ребрами чтобы сильно не утончалась и так вот такая геометрия есть принципе довольно быстро через сплайны основной инструмент здесь был патч и кривые если потратить больше времени форму можно получить близкую к идеальной таким методом можно моделировать все виды туфлей но в данном случае туфлей то есть лофтовые формы созданные по закрытию сплайнов это делать проще предсказуемые особенно если есть хороший референс автомобили те же самые построить сплайновые кривые между ними прокинуть полигоны основной плюс здесь в том что получается такая сглаженная форма если делать это полигонами будет дольше здесь конечно есть над чем работать ну что же далее давай посмотрим как эту модель уже можно презентовать легкой поступки подбираемся к текстурированию не вникая в тонкости пока но для базового представления уже можно делать сцену я пересохраняю следующую итерацию третий вариант это уже будет render этот меж называю располагаю на земле он выравнивается сейчас по нулю далее это дело нужно отзеркалить мир вот так и с инвертированными полигонами выделяют этот объект перейду в камеру настрою вид из камеры создаю примитив плейна зажатый shift переключает иконку добавление плейна сразу создается по нулю координат масштабирую его и два этих ребра экструд здесь был глаженном режиме примерно так можно оценить как это выглядит сейчас свет падает немного под углом можно включить видимость света немного его повернуть так у самого источника света можно сделать тени помягче параметр spread angle размывает тень для туфлей оставлю материал как есть а вот для плейна выделяю полигоны не создаем материал пола и цвет потемнее можно с небольшим синим оттенком кей смотрим как это выглядит настройках шейдинга для этого материала цвет можно менять можно сделать его не таким синим и здесь specular mount металлические свойства блик можно накручивать выше например или ниже параметр roughness размывает эти отражения можно оставить так и настраивать на свой вкус я сейчас не буду долго на это время тратить и для рендера сетки чтобы отрендерить сетку для вот этой геометрии control си новый слой control в эту геометрию нужно заморозить фриз ok есть такая сетка выделяем полигоны define патч строится полигональная сетка это можно удалить аккуратно выбрав только полигоны их удалить и оставить сетку и для меша клетки нужно поставить в разделе кривых рендер кривых и они начинают рендерится радиус очень велик 1 миллиметра хватит здесь можно отключить этому этому задать материал с темным цветом чтобы сетка была темнее а для самой сетки чтобы не было здесь выпуклости и тень не падала можно поставить рендер карфас полигон с три стороны таким образом можно уже презентовать сетчатую модель то есть оригинал и как это выглядит в подразделении здесь конечно нужно удалить вот эти лупы продольные потому что они здесь не нужны а только затеняют основу но это уже тонкости далее в настройках рендера нужно поставить предустановку сейчас не будем вникать настройки есть здесь предустановки например интерьер гибридный на medium поставить и в настройках final color output поставить denocer nvidia то чтобы удалялся шум далее опять-таки настройках рендера нужно указать разрешение и запустить рендер f9 на этом урок закончен данную сцену в составе проекта можно забрать нашей группе vk там же есть чат который можно задать вопросы по нашим курсам если что-то не будет получаться также вконтакте есть хорошая группа modafan где можно задавать вообще любые вопросы ссылка тоже будет в описании если видео было полезным ставь лайк оставь комментарий и до встречи в следующем уроке в следующем уроке